всех приветствую с вами алексей сегодня 5 июня записываю новое видео с обновлением по криптовалют ному рынку хочу извиниться за такой вялый голос поскольку сегодня я травмировал спину и испытываю такую небольшую агонию поэтому прошу понять и не простить меня хотел бы сделать обновление по bitcoin в прошлом видео я принимал решение о покупке над максимальным значением сигнального бара на днях внешних которые у нас принимал форму сигнала как внешний бар и ожидал то что на часовом графике у нас цена перейдет в новый цикл восходящего периода то есть примерно я покупал на пробитие пика как я раньше предполагал волны а будет b и c и это все перерастет в в новый восходящий цикл все бы развелась неплохо до тех пор пока цена вчера не сменила направление тренда в этой области и я принял решение перед перенести стоп лосс под вот этот вот фрактал 7 540 и выйти из позиции на покупку как мы видим это этот уровень пробился и сейчас уже мне сложно сказать что мы будем двигаться дальше вверх поскольку если мы ждали волновой зигзага bc вверх который перерастет в новый восходящий цикл этого уже скорее всего не произойдет поскольку у нас была такая сложная зигзагообразная коррекция у нас был а bc д и и это сменилось ким мощным исходящим трендом который пробил все такие каналы поддержки для цены и похоже на то что это начинается у нас новый цикл только уже в нисходящую сторону поскольку возможно это вот у нас была волна 12 и сейчас мы движемся в третьей волне которая может пойти на достаточно низко поэтому я принял сегодня точнее вчера принял решение ночью о том что буду продавать под минимальным значением дневного бара дневного бара который закрылся с уровнем 8 427 и на пробитие этого уровня разместила сложенный ордера ордера на продажу маржинальный и и продал bitcoin по отношению к доллару пока что буду наблюдать за ценой никаких покупок я к сожалению сейчас не вижу они были на часах сейчас уже картина изменилась кардинально поэтому ожидаю дальнейшее снижение цены это по биткоину также в прошлом видео люди просили посмотреть на труд трон давайте посмотрим на него по большому счету здесь картина достаточно похоже на bitcoin поскольку мы знаем что все у нас достаточно сильно коррелирует к доллару на днях на часах у нас была волна 1 2 3 4 и волна 5 после чего у нас была коррекция abc которая где волна c было усеченная и сейчас похоже на то что мы движемся как как по биткоину вы в новом нисходящим цикле волн поэтому скорее всего вот это вот у нас была волна 1 2 2 сейчас мы пойдем в 3 4 5 и если существует люди которые держат биткоина таких много то с моей точки зрения очень опасным уровнем для для трона будет вот этот вот дневной фрактал с уровнем 0.05 40 вот очень опасный уровень если этот уровень цена пробьет мы с высокой вероятностью пойдем от тестировать нижние уровни поэтому будьте достаточно осторожны поэтому всегда рынок даст вам заработать главное не давать главное давать прибыли расти и и главное сокращать свои убытки то есть не не бойтесь закрывать убытки поскольку эти убытки могут вырасти намного больше поэтому будьте осторожны но если это тур мы надеемся что этот уровень не будет пробит надеемся что вот это вот было у нас на а вот это у нас была коррекционная волна уровень 61 был достигнут и если вот этот фрактал пробьется мы пойдем вниз я более чем уверен поэтому будьте осторожны как говорит александр расточенский и рекомендую ограничивать убытки на вот этом вот уровне на этом на этом все буду записывать в пятницу новое видео посмотрим на результаты нашего анализа посмотрим на судьбу биткоина я думаю что биткоин у нас будет продолжать падение как это не скверно но рынок такое нам рисует поэтому надеюсь что вы согласны с моим анализом спасибо большое за внимание и под конец хотелось бы обратить ваше внимание на достаточно интересный проект под названием элизиан который ставит перед собой амбициозную задачу которая состоит в создании децентрализированной платформы на основе блокчейна с целью создания веб-сайтов электронной коммерции поэтому данный проект имеет достаточно высокие рейтинги на этапе и поэтому рекомендую обратить на него внимание и проанализировать его спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...